Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. В связи с обширным и таким существенным скачком в развитии магнитно-резонанса томографии ультразвук отошел, мягко говоря, на вторую ступень. Насколько это правильно, насколько это корректно? Если вы обратили внимание, за сегодняшний день ультразвук в принципе ни разу не прозвучал до моего выступления, разве что в аспекте биопсии. Я постараюсь данным докладом показать, какие есть возможности, какие имеются технологии и, надеюсь, к концу мы определимся, насколько можно и нужно пользоваться данной методикой. Данным слайдом я хотел показать, как выполнялось УЗИ ранее. Это человек полностью погружался в аппарат, не было датчика, были существенные сложности. В 1941 году было выполнено первое УЗИ, а в советской медицине УЗИ начало появляться лишь в конце 80-х годов. Несмотря на то, что данная классификация абсолютно никоим образом не имеет отношения к ультразвуку, мы в своей практике стараемся как минимум обнаруженные очаговые образования в предстательной железе локализовать, используя эти самые условные 39 В2.1.41 сектора для локализации подозрительного очага. Для ультразвукового исследования в диагностике предстательной железы есть несколько типов датчиков. Для аддоминального обследования это конвексный датчик, для ректального обследования это биплановый датчик и это конвексный внутриполосной датчик. Существует два принципиально разных типа исследования. Одно это так лояльный достаточный метод трансабдоминальный, но очень малоинформативный. Немного более информативный и менее лояльный это трансректальная методика исследования. Трансабдоминальное исследование выполняется на заполненный мочевой пузырь. Мочевой пузырь не должен быть перерастянут, дабы в дальнейшем мы смогли корректно оценить объем остаточной мочи. Мы можем оценить структуру, мы можем оценить размеры предстательной железы с помощью данного метода исследования. Трансректальное исследование, как правило, выполняется лежа на боку, позволяет детально определить структуру контуры, заподозрить или обнаружить очаговые изменения в предстательной железе. И, что немаловажный фактор, верхушка железы очень хорошо визуализируется при трансректальном исследовании, что не достигается путем трансабдоминального методики. Как и во всех методах, УЗИ пропагандирует мультипараметрическое ультразвуковое исследование, которое включает в себя В-режим, доплеровские методики, методики эластографии и эхконтрастирования, о которых мы поговорим поподробнее. На данном слайде я хотел обратить внимание на то, что постоянно говорим о том, что технологии не двигаются, и если они двигаются, мы ограничены каким-то образом в технологиях. Но если обратить внимание, технологии позволяют нам видеть многое, однако мы ограничены собственными ресурсами для каких-то корректных оценок. Что мы можем оценить в В-режиме? В-режим является основой, В-режим является базой для ультразвукового исследования. Все остальные методики – это методики дополнительные. Соответственно, в В-режиме мы оцениваем размер, контур, форму, структуру, оцениваем форму и вовлеченность семенных пузырьков. Если мы говорим о классической ультразвуковой картине рака предстательной железы, это чаще всего периферическая зона. Выглядит как гипоэхогенное образование без четкого контура. В данных двух клинических примерах видны гипоэхогенные зоны в каких-то случаях с достаточно четким контуром, в этом случае с нечетким контуром, но дифференцируемые глазом очаговые изменения в периферической зоне предстательной железы. Также еще два примера – это достаточно крупное поражение. И в данном случае данная зона гипоэхогенная не позволяет нам исключить инвазию стенку прямой кишки. Что касается доплеровских методик, эти методики позволяют нам оценить жизнеспособность, наличие кровотока в структурах как предстательной железы в целом, так и в каких-то очаговых образованиях. В данном слайде продемонстрирована предстательная железа. Очень важно обращать внимание на симметричность кровотока в предстательной железе. Это один из основных принципов, от которых мы отталкиваемся в диагностике подозрительных зон, используя данную методику. В данном случае был представлен ранее гипоэхогенное образование в периферической зоне, активно восколеризировано в энергетической доплорографии. Это видно. И в данном случае исследование выполнено корректно, потому как зона интереса у нас на всю предстательную железу, и мы можем оценить симметричность кровотока в данной области. Также классические примеры, в которых мы видим активную восколеризацию тех тканей, которых мы заподозрили при ультразвуковом методе исследования в B-режиме. Прежде чем мы коснемся более юных, более современных методик обследования, я бы хотел сказать, что не все так классически, не все так однозначно. Крайне достаточное количество раков предстательной железы имеют изо- и гиперэхогенный внешний вид в B-режиме и могут иметь низкую характеристику кровотока в режимах доплеровских методик. Компрессионная эластография основывается на анализе деформации тканей, вызванной непосредственно сжатием трансюсера к предстательной железе. На данном слайде представлено выполнение компрессионной эластографии. Я бы хотел обратить внимание, что в данном случае она выполнена некорректно, потому как зона интереса должна быть развернута полностью на предстательную железу, и мы должны получать полную качественную оценку картирования всей структуры предстательной железы. Поэтому на это нужно обращать внимание при проведении данной методики. Существуют принципиально две основные системы оценки качественных характеристик компрессионной эластографии. Мы используем систему оценку ПКМОИ. Поподробнее я о ней сейчас расскажу. В данном случае тип 1 нормальная однородная деформация, вся железа равномерно окрашена зеленым цветом. Также в серошкальном режиме мы не видим, не визуализируем подозрительные участки. Тип 2. Он, вероятнее всего, обусловлен наличием каких-то возрастных изменений, фиброзных, в связи с чем появляются неоднородные участки синего цвета, участки, картирующиеся синим цветом. В связи с отсутствием какой-то симметрии, отсутствием очаговости данных зон не позволяет нам высказаться за какую-то патологию. Третий тип – это неопределенный тип. Его неопределенно связано с тем, что в B-режиме в данной области мы не имеем никаких очагово-визуализируемых гипоэхогенных зон. Однако при эластографии мы определяем асимметричный участок, картирующийся синим цветом данной пациенты. Безусловно, большая часть пациентов проходит магнитно-резонансную томографию, которая дает нам ответ на вопрос наличия каких-то поражений в данной области. Четвертый тип – это тип, который называется вероятно-карцинома. Вероятно, потому как в B-режиме мы видим гипоэхогенную зону. Зона сомнительная, зона подозрительная. Однако в режиме эластографии мы не получаем стопроцентное подтверждение, потому как центральная часть данной зоны имеет четко выделенную синюю окрашивание, а периферическая зона имеет зеленые оттенки. В пятом типе мы практически уверены в том, что данный очаг подозрителен, потому как в B-режиме мы видим эту зону как гипоэхогенную зону. И в режиме эластографии она полностью окрашена в синие цвета. Кроме качественной оценки эластографии, у нас есть и количественная оценка эластографии. Данные мировой литературы по этому поводу разнятся. Но если мы говорим о тех данных, которые находятся в гайдлайнах и рекомендациях Мировой организации ультразвука в медицине и биологии, то там принята оценка коэффициента деформации в цифровом значении 17,4 как пороговое значение для оценки рак предстательной железы. Также хотел бы обратить внимание на то, что опухоли объемом менее 5 мм имеют уровень обнаружения порядка 40%, а более 5 мм имеют уровень обнаружения более 80%. Это касается эластографии компрессионной. Некоторые примеры, которые демонстрируют положительные стороны эластографии, мы видим сомнительную зону и мы картируем ее как участок пятого типа скорее, где мы крайне подозреваем и убеждаем и подтверждаем свои сомнения по поводу данной зоны, так и в остальных представленных случаях. В данной области вся периферическая часть левой доли окрашивается синим цветом, хотя в B-режиме мы не имели каких-то данных за сомнительные зоны. Если говорить о минусах, то эластография ограничивается наличием доброкачественных изменений в виде кальцинации. Если эта кальцинация массивная и множественная, то в принципе все исследование некорректно, потому что все, что лежит за данными структурами, не позволяет нам корректно оценить компрессионно дальнейшие участки предстательной железы. Также есть сложность в полноценном и равномерном окрашивании предстательной железы, потому как не всегда получается получить корректное кортирование всей зоны, необходимой для оценки. Также присутствует такая методика, как эластография с двиговой волной. Этот метод немножечко физически по-другому основан. Суть заключается в том, что из датчика исходит импульс, который, возвращаясь, получает информацию о плотности тех или иных или эластичности тех или иных структур. Здесь визуально и качественно немного другая картинка. Количественно используется модуль Юнга и оценивается она в килопаскалях. А качественно здесь более менее эластичные ткани окрашиваются в красный цвет, более эластичные в синий цвет, что периодически вызывает путаницу у людей, которые часто практикуют компрессионную эластографию и редко используют эластографию с двиговой волной. Методика заключается в том, что мы последовательно берем несколько плоскостей сканирования, выделяем зоны интереса и выполняем данное исследование. Оно выполняется путем фиксации датчика в определенной плоскости. На протяжении пяти секунд компьютер обрабатывает информацию и выдает нам цветовое картирование данной области. Что касается интерпретации данных, то на верхнем изображении представлена нормальная эластография с двиговой волной в норме, потому как большая часть предстательной железы картируется синими оттенками. В данном случае представлена также норма, но пациент более возрастной с участками гиперплазии в транзиторных зонах. Если говорить о количественных показателях, то в норме цифровое значение нормальной предстательной железы должно быть порядка 25 кПа, а в данном случае оно может достигать порядка 180 кПа. В данном примере продемонстрировано непосредственно выявленный в Б-режиме гипоэхогенный очаг в периферической зоне, который при эластографии с двиговой волной картировался достаточно жесткой тканью. Нужно не забывать о том, что необходимо правильно интерпретировать данные и выставлять участки зоны интереса как на зону интереса, так и на нормальную ткань предстательной железы. Если мы говорим о количественных методах, то в данном случае за пороговое значение принято цифра 37 кПа. Далее данные, которые выше данной цифры, принято считать крайне подозрительным на рак тканей железы. Что касается ограничений, они практически схожи с таковыми при компрессионной эластографии. Очень часто не прокрашивается вся зона и очень часто из-за массивной кальцинации мы в принципе не можем получить какие-то данные и использовать эластографию как методику помощи для оценки тех или иных зон. Нельзя забывать о том, что не всякий рак является жестким и не всякая жесткая ткань является раком. Соответственно, мы не можем брать эластографию как метод выбора и метод оценки, но добавлять ее к своим исследованиям по возможности, наверное, необходимо. Что касается их контрастирования, методика введения контраста, который представляет собой, как правило, инертный газ, прикрепляется к эритроциту и улучшает визуализацию микрососудов в ткани интереса и в зоне интереса. Основными преимущественными являются отсутствие ионизирующего излучения, возможность неоднократного повторения данного исследования, в реальном времени исследование отсутствие каких-либо зарегистрированных аллергических реакций. Вводится, как правило, от 2 до 2,4 мл. Типичными характеристиками зон, подозрительных на злокачественные, является подобное МРТ-контрастирование, как быстрое поступление контраста в зону интереса и достаточно активный выход контраста из данной области. Несколько клинических примеров. Гипоэхогенная зона в периферической, гипоэхогенный очаг в периферической зоне предстательной железы. Путем их контрастирования мы получили гиперконтрастную зону в ранней артериальной фазе и с дальнейшим постепенным вымыванием. Для сравнения взята симметричная область правой доли, которая демонстрирует менее активное поступление, менее активное накопление эхоконтраста в данной области. Аналогичный пример, где зона вопроса получила огромное количество эхоконтраста. В раннюю артериальную фазу и в венозную фазу мы видели практически отсутствие контраста в данной области. Из основных недостатков – это невозможность оценивать несколько зон одновременно. Это, наверное, принципиально важный основной недостаток, который не позволяет нам и в экономическом плане, и в практическом плане использовать данный метод в регулярной практике, в повседневной. Если мы говорим о промежуточных итогах, то хотелось бы сказать, что ни одна из этих методик не уникальна, ни одна из этих методик не универсальна. Вместе они могут дать больше информации, нежели по отдельности, но на данный момент, к сожалению, ультразвук действительно отходит на второй план по сравнению с магнитно-резонансной томографией. Он демонстрирует не такие высокие показатели эффективности и заслуженно занимает вторую позицию с точки зрения диагностики рака председательной железы. На данном слайде представлены современные рекомендации. В рекомендациях Европейской ассоциации урологии сказано, что это не самый информативный метод в B-режиме, а если говорить о сонной эластографии и о эхоконтрастировании, то для повседневного использования данные методики не рекомендуются. Спасибо за внимание. Роман Ильич, спасибо большое. Практически о всех технологиях ультразвука мы услышали, действительно оценены их возможности и преимущества, и недостатки. У нас складывается впечатление о роли ультразвука в диагностике. Если есть вопросы из зала, они должны быть, потому что ультразвук, в нашем понимании до недавнего времени, это был основной метод визуализации председательной железы. Да, только вот с начала этого века менялась парадигма обследования. Пожалуйста. Сейчас, секундочку, у нас пока несут микрофон. Я хочу поприветствовать наших участников заочных, которые смотрят нас по прямой трансляции. Некоторые, один некоторый даже прислал вопрос, и мы его озвучили, поэтому я призываю также включиться в дискуссию и присылать вопросы. Вот у меня есть тут экранчик, который отображает вашу активность на удалении. Пожалуйста, мы ждем от вас вопросов. Спасибо. Ну, тогда начну действительно с того, что раз мы транслируемся на всю страну, в условиях Петербурга и института, конечно, УЗИ отошло на второй план. Я думаю, по стране УЗИ пока стоит на первом месте просто, потому что не везде есть МРТ, и тем более такого уровня, о котором мы сейчас слышали. А вопрос у меня по эластографии. Если мы говорим про молочную железу, у нас там есть ограничения не менее 3 мм глубина, не более 30 мм глубина. А у предстательной железы есть такие ограничения по глубине? Безусловно, есть ограничения. Спасибо за вопрос. Ограничения есть по разным исследованиям, чувствительность и специфичность. Исследования на самом деле разнятся, как мы говорили сегодня, обсуждали это с следующим докладчиком, потому что часть исследований говорит о том, что выявление достаточно плотных и жестких участков в передних зонах предстательной железы показывают большую эффективность метода в выявлении рака предстательной железы, нежели в средней и в задней части. Однако с учетом анатомии и с учетом большого количества противоположных мнений, также говорится о том, что более глубинные структуры хуже эластографируются как при компрессионной эластографии, так и при эластографии с двиговой волной. Четко цифры не представлю. То есть, подытоживая, мы доверяем данным эластографии в передней локализации рака? Мы доверяем, но проверяем. Да, потому как если у нас в принципе нету какого-то, если мы в B-режиме не видим какой-то зоны, мы не будем эластографировать всю предстательную железу последовательно, потому как это будет занимать колоссальное количество времени. Если мы говорим о... То есть эластография, другими словами, это прицельная такая дополнительная технология в отношении выявленных изменений или нет? На мой взгляд, да. Да? Хорошо. Так, потом дискуссия, может быть, да. Я призываю. Так, наши коллеги на удалении пока молчат, пожалуйста. Опять же, как врачу лучевой диагностики, Роман Андреевич, интересно. Вот МРТ предстательной железы без внутривенного контрастирования стоит... Ну, вот у нас в нашем учреждении там 4,5, по-моему, 5 тысяч. А сколько стоит ультразвуковое исследование? Ну, допустим, я не знаю, это как опция, эластография там входит в это? Эластография входит как опция, поэтому сильной какой-то финансовой нагрузки в данном случае нет. А если мы говорим про их контрастирование, то те данные, которые представлены в рекомендациях, говорят о том, что необходимо провести как минимум 4 последовательных контрастирования для получения корректной оценки той или иной области, что выходит в 2 контрастных препарата, что выходит в 20 тысяч рублей. А так уже рутинно, я просто вот честно... Ну, если тему продолжать эхоконтрастирование, на сегодняшний момент времени законных путей эхоконтрастирования нет. Потому что приостановлена лицензия получена, но поставки в Россию эхоконтрастных препаратов пока приостановлены. По каким-то причинам там дистрибьюторы не могут договориться между собой. И мы, конечно, ожидаем поступления эхоконтрастов не только в отношении, и не столько в отношении предстательной железы, сколько в отношении других задач. Цена вопроса мне просто... Полтора тысячи рублей. Полторы. Полторы. И вот маленький еще второй вопрос. Если у вас телефон Анны Сергеевны, вы с ней постоянно ли контактируете? То есть всех своих пациентов, которые вы на УЗИ увидели какие-то очаги на эластографии, вы всех ли на МРТ потом отслеживаете? Происходит в обратную сторону, скорее. А, в обратную. Люди, которые приходят на УЗИ, очень редко приходят на УЗИ без ничего. То есть, скорее всего, в регионах так не происходит. Но у нас люди не отправляются на УЗИ без всего, если есть какое-то подозрение. То есть, базовая технология обследования предстательной железы – это мультипараметрическая МРТ. На УЗИ они могут прийти, если этому пациенту, скорее всего, планируется проведение биопсии или фьюжн-биопсии. Вот и все. И тогда решается, насколько визуализируется этот очаг, нужно ли проводить фьюжирование, бронировать аппарат. Фьюжн-технология только на одном аппарате. Мы сегодня после обеда об этом будем говорить более подробно. Поэтому не все пациенты, конечно, подлежат фьюжн-биопсии. Если этот очаг хорошо картируется, мы видим карту мультипараметрической МРТ, сопоставляем с данными ультразвука. Мы уже придираемся к этому участку, и мы можем четко его более-менее визуализировать без фьюжн-технологии. Мы делаем биопсию без фьюжн-технологии. Спасибо. Я вот как раз хотел уточнить, зачем делают тогда УЗИ в этой ситуации. Спасибо. Есть у нас провокационная такая вводная в отношении ультразвука и МРТ была, что Санкт-Петербург, институт онкологии, национальный медицинский исследовательский центр имени Николая Николаевича Петрова, это не вся Россия. Но надо к этому стремиться. Зачастую у нас проводится аудит лучевой службы веренных нам регионов по онкологической программе, и мы видим те проблемы, которые связаны с лучевой диагностикой. Но сказать, что есть регионы, где отсутствует возможность проведения магниторизнации томографии на сегодняшний момент времени, это не так. В регионах есть достаточно хорошая техника. Это мы смотрели на государственные учреждения. Есть большое количество коммерческих центров, которые оснащают свои клиники очень мощной аппаратурой. И этим, собственно говоря, они, может быть, даже злоупотребляют. В некоторых клиниках устанавливают трехтусловые аппараты. Зачем? Не знаю. Из маркетинговых соображений, наверное, чтобы привлечь большее количество клиентов, как они называют, или пациентов. Но качество получаемых изображений достаточно высокое. И Анна Сергеевна в своей презентации показала, что качество хорошее, но методика сканирования иногда не соответствует этому качеству. Что очень важно соблюдать технологические аспекты сбора информации. Даже если у вас очень хорошее изображение, но вы неправильно выставили изображение, качество информации будет практически минимальным. Поэтому проблема не с техническим оснащением, проблема в головах, как профессор Преображенский говорил. Разруха начинается с головы, а не с других факторов. Поэтому наиболее простой этап переоснащения учреждений медицинского назначения, государственных и клинических, он закончен. И, в принципе, ключевые клиники государственного уровня и клиники, которые хотят себя считать ключевыми коммерческого уровня, они оснащены достаточно хорошо. Вопрос, как они пользуются этим инструментом. Они забивают гвозди золотым микроскопом или все-таки они читают все рекомендации международные, участвуют в подобных конференциях. И конференциях на уровне европейского общества, на уровне российского общества рентгенологов-радиологов, которые будут буквально несколько недель осталось до этого, в начале ноября. И общаются ли они со своими коллегами? И хотят ли они сделать качественную диагностику? Вот в чем вопрос. Поэтому проблем с обследованием пациентов я не вижу, в принципе. Они могут быть реализованы. Вопрос только в желании врачей-лечащих, в желании врачей-рентгенологов получить эти качественные изображения. Роман Андреевич, извините, я вот тут вас немножко задерживаю на трибуне. На больное, что называется, наступили. Вот в отношении ультразвука и возможности опции визуализации структурных изменений предстательной железы, конечно же, следует на сегодняшний момент констатировать некоторую ограниченность наших возможностей. Да, большинство очагов, которые мы визуализируем на мультипараметрическое МРТ и которые имеют весомые признаки подозревать клинически значимый рак, мы достаточно хорошо видим их при ультразвуковом исследовании. Но часть этих очагов явно визуализируется и могли бы быть расценены как подозрительные без мультипараметрической МРТ. Часть этих очагов приходится выискивать. Выискивать путем сопоставления B-режима, эластографии, разных доплеровских технологий и так далее. Это вот такой прицельный, скрупулезный анализ структурных изменений. И потом уже оценивается, насколько эти изменения позволяют попасть в них иглой. Насколько мы будем уверены, что этот очаг соответствует тому очагу, который мы видели на МРТ. И если у нас есть сомнения, то тогда мы применяем технологию Fusion. Наверное, так, да? Есть в зале еще вопросы по ультразвуку. У кого есть собственный опыт использования ультразвука, у которого есть свое мнение. Сейчас мы перейдем к дискуссии. А я хотел вопрос тогда, если дискуссия будет отложена. Вот вопрос. Роман Андреевич, вот ваш опыт. Как вы видите заключение после проведенного ультразвукового исследования ввиду того, что достаточно сомнительные данные по получаемой, уверенность в том, что этот очаг соответствует раку предстательной железы, в какой степени и так далее. Как в итоге ультразвуковой специалист должен констатировать вот этот вот факт, что он что-то видит, а что это такое, непонятно. Если мы видим участок, который в мультипараметрическом режиме целиком и полностью позволяет нам прийти к выводу, что это крайне подозрительная зона, мы пишем и высказываемся о том, что зона вероятнее всего. То есть так и пишем, что выявлен очаг крайне подозрительный на рак предстательной железы. Да, к сожалению, у нас нет такой прекрасной классификации, которой мы можем воспользоваться и постадировать ее. Я надеюсь, что все впереди. Ну, соответственно, действительно, вот такой провокационный вопрос. На сегодняшний момент времени в заключение врач ультразвуковой диагностики не может дать такой вот паэрац аналог своей уверенности в том, что этот очаг соответствует или не соответствует раку. Это все отдается на откуп самому ультразвуковому специалисту. Наш опыт, наши рекомендации, соответственно, вот свою уверенность отразить в словах. Крайне высока вероятность, подозрительный очаг или очаг, выявленный с низкой вероятностью соответствует раку предстательной железы. Рекомендованная марта. Да, да, конечно же, после этого в той или иной степени мы должны рекомендации дать. Продолжение следует...